В принципе, мне кажется, что этот кранч уже за несколько лет своего существования занял одно из центральных мест в образовательном ландшафте в России. Это точка, в которой собираются люди, занимающиеся образовательными инновациями. Это очень востребованная точка. Мне кажется, что в этом плане это абсолютно необходимо, чтобы такая площадка была. Если говорить о трендах, конечно, сейчас огромное количество и графикация, распространение смешанного обучения, распространение новых технологий, поддерживаемых цифрой. Мне кажется, в рамках этого важно не забывать о том, что происходит переход к обучению на протяжении всей жизни. И, соответственно, этот сдвиг определяет несколько требований к тому, каким должно стать образование. Мне кажется, что сама парадигма потребления сейчас начинает уходить на второй план. То есть, если мы представим себе человека, находящегося в информационно насыщенной среде, еще более насыщенный, чем сейчас, то, собственно, самый важный ресурс – это внимание человека и его воля. На что он направляет свое внимание, чему он уделяет время и какое действие он осуществляет в этом пространстве. Я думаю, что на горизонте 10-15 лет мы столкнемся с массовым явлением, которое мы называем по-английски passion-driven education, по-русски образование, которое двигается внутренней страстью или внутренним запросом ученика. Я думаю, что мы увидим гораздо больше, не 5%, а 25-35%, то есть треть населения, которое уже предъявляет очень четкий, ясный запрос к тому, зачем им все эти образовательные ресурсы. Потому что все эти технологии, все эти информационные ресурсы в конечном итоге концентрируются вокруг человека, его интереса, его запроса, его жизни. Будущее создается технологиями, но важно помнить, что будущее создается для людей.